В общем, 12.00. Сегодня мы провели пресс-конференцию. Люди из разных мест, онлайн мы связались и рассказали о том, что в воскресенье мы покажем первую серию фильма «Когда свои чужие». И в самый последний момент, мы уже заканчивали пресс-конференцию, видео было удалено, YouTube написал, что мы нарушаем правила сообщества, и если мы не согласны, можем написать апелляцию и так далее. Это означает ровно то, что 10 страйков. То есть, кто-то написал 10 жалоб. Это значит, что люди возбудились, и даже с учетом того, что фильм у нас не конфликтный, мы не ищем виноватых, мы ищем причины, по которым война была развязана, и способы, как ее завершить, люди возбудились, и, собственно говоря, в этот момент они оказались сильнее, вместе с платформой YouTube, которая особо не разбирается, что там на самом деле. Ну, пресс-конференция. Шесть человек собрались и рассказали о том, что они хотели в этом фильме показать. Что здесь нарушает правила YouTube? Да ничего. И представьте, что это еще не фильм, это только пресс-конференция. Получается, что наша работа замечена, что наша работа вызывает отторжение. Раз в 10 человек написали жалобы. И получается, что те люди, которые заинтересованы в продолжении войны, которые сидят в теплых креслах, прикрываются риторикой о народовласти, о русском мире и так далее, но не хотят, чтобы о войне даже говорили в этом контексте, они включили все до единого ресурса, и платформа YouTube тут же встала и откозыряла, что так точно исполним. Получается, что как бы сила сегодня в пятницу за ней. Огромное количество людей, несколько сотен, жертвовали свои деньги на то, чтобы мы сняли этот фильм. Люди ждали и ждут премьеру. А есть люди, и их на порядок меньше, которые, конечно же, имеют большую ресурсную обеспеченность и которые всячески препятствуют тому, чтобы этот фильм появился. Но поскольку забанена пресс-конференция, это еще даже не фильм, то есть большая вероятность того, что будет забаненный фильм. И поскольку я человек системный, я понимаю так, что на канале своем YouTube я размещать этот фильм не буду. Это не значит, что люди его не увидят, но получается, что интересанты, которые не хотят, чтобы этот фильм увидели, и прежде всего люди на Украине, включают все свои ресурсы для того, чтобы противодействовать показу этого фильма. Улавливаете картинку? Воскресенье на YouTube я как человек системный, понимающий, что раз такие правила, и даже если эти правила против правил, то я буду действовать по правилам. Даже если карты у наших оппонентов крапленные, я с ними этими картами и сыграю. Но только я с ними буду сидеть не за одним столом. Воскресенье фильмы показывать не будем. Ну потому что YouTube, похоже, любой тег, связанный с этим фильмом, забанит по жалобам 10 человек, которые сразу же выскочат и начнут писать жалобы против этого видео. Представляете красоту картинки? Фильм о войне на Донбассе. И, похоже, интересанты возбудили все свои ресурсы, чтобы фильм об этой войне не был показан. Очень интересная ситуация. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Уже после пресс-конференции исполнительница главной роли Светлана Рубан записала небольшое дополнение. То, что не успели сказать во время пресс-конференции. После презентации захотела снять такое послесловие. Я сама завела разговор про техническую часть. Но мне кажется, этот проект не должен нас интересовать с точки зрения технической части. Не нужно от него ждать чего-то технически, новаторски, новое в кино. Этот проект интересен тем, что Дима и его команда предлагает свое видение, как все происходило и как можно из этого выйти. Наверняка, ну, так по-другому не может быть. Есть оппоненты этому проекту. И есть другое видение, как развивались эти события и как можно выйти по-другому. Мне кажется, снимите свою версию. Вот у нас такая версия. Пусть будут другие версии, но обязательно, чтобы в этих версиях был показан, предложен вариант, как можно прекратить эту войну, как можно прекратить, чтобы один народ убивал друг друга. А народ на самом деле, как бы нас ни пытались убедить, у нас очень умный, очень интуитивно, чувствительно, чувственно, зрелый народ. И он знает, вот на уровне чувствования, он знает, где правда. Он сам притянется к тому проекту, за которым стоит правда. И все равно, на самом деле, какие механизмы. Главное, чтобы эта война прекратилась. Главное, чтобы мы вернулись все к себе. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ